В Казанском федеральном университете продолжается работа над вакциной от COVID-19. Важным фактором в разработке лекарств является то, что на данный момент имеет достаточный успешный опыт в геномных исследованиях, есть необходимое оборудование и высокопрофессиональные кадры. Как рассказали в лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии, на данный момент разработка вакцины идет полным ходом. Однако возникли некоторые трудности. Часть компонентов застряли на таможне, из-за чего ход разработки слегка притормозился. Как только нужные компоненты прибудут в лаборатории, в институте сразу же возобновится работа. Следующим этапом разработки вакцины станет испытание на животных. Ученые планируют перейти к этому этапу на следующей неделе. Однако не так сложно создать вакцину, как пустить ее в массовое производство. По словам Альберта Резванова, массовое производство и вакцинация ожидается не раньше 2021 года. В Татарстане создается банк плазмы от пациентов, которые ранее переболели COVID-19. У таких пациентов в крови есть антитела, которые могут блокировать вирус. И эту плазму планируется для лечения тяжело больных пациентов с COVID-19. В Казанском университете мы разработали тест-систему, которая позволяет не только определять наличие антител. Для того, чтобы стать донором, нужно иметь диагноз, что ты переболел официально COVID-19. Плюс результаты, например, нашего теста, которые показывают, что у тебя не просто есть антитела, а эти антитела в высокой концентрации. Например, в нашей работе минимальным уровнем антитела считалось титра 1 к 160. Мы протестировали 14 потенциальных доноров. Из них у 12 были обнажены антитела в высокой концентрации. Эти пациенты пришли в центр крови. Там с помощью специальной процедуры плазмаферез у них забрали только плазму. То есть такая машина, которая кровь через нее проходит. Клетки крови возвращаются обратно пациенту. Таким образом он не страдает от обескровливания. А вот плазма заготавливается. Обычно заготавливается примерно 600 мл плазмы. Этого достаточно, чтобы перелить трем тяжело больным пациентам. Нам передали небольшие образцы крови, то есть по одной пробирочке от потенциальных доноров. И мы протестировали уровень антитела в крови у этих потенциальных доноров. В случае, если у донора обнаруживалось достаточное количество антител, их уже вызывали в центр крови. И там они проходили процедуру плазмафереза. А плазма напрямую используется для лечения. То есть это как естественное лекарство. Так как оно содержит антитела, блокирующие вирус. На данный момент нет специфических лекарств, которые бы действовали на коронавирус. Вся терапия, которая сейчас проводится, это по сути своей симптоматическая терапия. Просто чтобы постараться не дать человеку умереть и помочь организму справиться с инфекцией. Плазма это, можно сказать, единственный на данный момент специфический лекарственный препарат. Все пациенты хорошо переносят обычно эту процедуру. И наши врачи сказали, что наши пациенты тоже хорошо их перенесли, эту процедуру. И есть улучшения в их состоянии. При этом не стоит путать плазму крови, переболевших COVID-19, с вакциной, которая разрабатывается в Казанском федеральном университете. Плазму вливают уже в больных людей для лечения и улучшения их состояния. Тогда как вакцина предназначена для того, чтобы не заболеть в будущем коронавирусной инфекцией. Вакцина, она приводит к образованию антител. То есть человек, который не болел, если он получает вакцину, иммунитет узнает вакцину, как будто это была бы инфекция. И вырабатывает защитные антитела. В данной ситуации мы используем естественно выработанные антитела в результате перенесенной ранней инфекции. То есть по механизму действия плазма переболевших и вакцина отчасти чем-то похожи друг на друга. Ну, конечно, там есть и более тонкие научные моменты. Но по сути своей, с точки зрения действий антител, действие такое же. То есть антитела вырабатываются либо после перенесенной инфекции, либо после вакцинации. И эти антитела связываются с вирусом, препятствуя его проникновению в клетку человека. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok